В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками органов внутренних дел, было раскрыто преступление по факту совершения кража. Подробности в материале программы. Дежурную часть Управления координации деятельности органов внутренних дел Мирзолукбекского района поступило заявление о том, что 8 апреля текущего года на массиве Фируза неизвестный похитил телефон стоимостью 2,5 миллиона сумм у 75-летней Надежды. Как сообщила потерпевшая, она сидела на скамейке около дома. Мимо нее проходили два парня. Один из них был в Панаме. Молодой человек, воспользовавшись тем, что потерпевшая смотрела в другую сторону, подбежал к ней, выхватил телефон и скрылся с места преступления. Я вышла на улицу где-то минут через 15. Туда-сюда люди ходят, не обращаясь внимания. Парень тоже прошел, остановился. Я на него посмотрела, он на меня посмотрел. Я сидела, смотрела фильм вот так, и в это время неожиданно парень подошел и выхватил у меня телефон и убежал. Мы оперативно выехали на место преступления. Всех опросили и изъяли видео с наружных камер видеонаблюдения. После просмотра видео мы вычислили двух парней, которые попали на камеры видеонаблюдения. 12 апреля лица, причастные к данному преступлению, были задержаны. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенными сотрудниками органов внутренних дел, были изъяты видео с камер видеонаблюдения. Опрошены жители близлежащих домов, проживающих в массиве Феруза. В свою очередь был отслежен и мейкод телефона. Благодаря этому сотрудники выяснили, что 10 апреля гражданин Шерзот приобрел телефон у лица по имени Бахром около Фархадского Дахканского рынка. Я занимаюсь ремонтом сотовых телефонов. 9 апреля я был на работе. Ко мне подошли двое парней и сказали, что хотят продать телефон. Ребята просили 850 тысяч сумм. В итоге мы сошлись на цене в 620 тысяч сумм. Когда я попросил коробку и документы от телефона, они сказали, что документов нет. Это мне не понравилось. И я сказал, чтобы они оставили мне хоть какие-то документы. И тогда один из парней скинул мне в телеграм копию паспорта. 10 апреля я продал этот телефон мужчине. Когда мы вставили сим-карту, чтобы проверить телефон, нам тут же позвонили и сообщили, что данный аппарат краденный. На допросе Бахром сообщил, что он купил телефон 9 апреля у двух незнакомых людей, один из которых оставил копию своего паспорта. Благодаря оперативной работе сотрудников личности воров были установлены. Ими оказались двое парней. Шахрух Бек, 1998 года рождения, и Руслан, 2000 года рождения, ранее судимый. 8 апреля примерно в 2 часа мы вышли с другом, Юлашевым Шахрухом. Он попросил меня, чтобы я помог ему своровать телефон, быть рядом, чтобы. И мы пошли на мастив Фируза. Оттуда мы разделились. И он не смог украсться, он мне позвонил. 8 апреля я вместе с своим другом Русланом решил украсть телефон, так как мне срочно были нужны деньги для оформления документов. Проходя мимо четырехэтажного дома, я увидел пожилую женщину, которая сидела около подъезда с телефоном. Я подбежал к ней, выхватил телефон из рук и убежал. Я хотел бы попросить прощения у женщины, у которой я украл телефон. Я виноват и все осознал. Больше такого поступка я не совершу. Было возбуждено уголовное дело по статье 166 части 1 УК Республики Узбекистан, то есть открытое хищение чужого имущества. Граждане Шохрубек и Руслан были привлечены по уголовному делу в качестве подозреваемых и задержаны.